Филологи в группе есть? Что бывает с текстом после перевода, а после тройного перевода? Потому что с греческого потом перевели на латынь, с латыни на древнеболгарский, он же церковно-славянский. Потом синодальный перевод признан классическим, и вот мы ничего не узнаем. В частности, первые скажения не принесли греки, потому что греческий классический не знал шипящих, да и сегодня не очень. А тогда вообще шипящих. Поэтому пытаясь передать Шимшон, это прозвище, это же не имя человека, это прозвище, которому поделала мама. За то, что он был славким солнышком ее. Шимшон, солнышко. Стал библейским грозным великаном Самсоном. Благодаря переводу. Вот оно что. Понятно, да? Да, понятно. Шимшон, Самсон. Шимшон родился и вырос в бейтше. Вот и стало Самсоном. Самсоном оно было зафиксировано потом в церковно-славянском, он же древнеболгарский. Всенодальный перевод, сконцент 11 века в латынь. Вот так и поехало. Самсон, Самсон. Только за то, что они евреи. Тут есть лес Павиояра, есть лес Менского гетто, есть лес... В общем, каждая еврейская община и каждого места казни евреев в Европе. Поэтому часто объединяют все эти рощи в один лес, говорят, яро к душиму. А в кадош, то есть в русском не очень правильном переводе, святой, в еврейской традиции нет святых. Но погибший только за то, что ты еврей, не потому что ты предатель, святой, не то, что у тебя ниб над головой, или то, что ты толстый, тонкий, высокий или низкий, только за то, что ты еврей, только за это, и больше ни за что, значит, погибший за веру, а значит, кадош. То есть погибший с именем молитвы Шма-Исраэль. Так что это парк в честь всех евреев, погибших в годы Второй мировой войны около 6 миллионов погибло. То есть порядка 30% еврейского народа или 90% еврейских общин Европы. То есть уцаряли только те евреи, которые жили в Европе, допустим, Советские, Аргентина, а также США и Канада. Вот кто остался после войны? Советские евреи остались, Аргентинские, США и Канада. А Сефарды? Сефарды — это, вы правы, но там тоже были репрессии, поэтому их не упомянул. Сефарды, потомки Сефардов жили когда-то в Мароке, Тунисе, Алжире, их оттуда выгнали. О 600 до 900 тысяч человек. Почему Сефарда? Это старое еврейское имя, название, слово Испания. Потомки испанских евреев, спасающих из испанской инквизиции, ушли в Марокко, все рядом, через Гибралтар в пролив. И потом из Марокко расстелились в Алжир, Тунис, Египет, часть Добраузида Египет. Бет-Шемиши. Бет-Шемиши. Там бабушка шла без платочка. Или еще какой-то бред из средневековья. Но это именно ультра-религиозная община. Их даже люди, которые выросли здесь, пещеры Самсона. Но я вас обрадую. Только в окрестностях Иерусалима есть более 20 пещер. Народная традиция называют пещерами Самсон. Возьмите с собой все, что вам нужно, до 13.30 как минимум. И учитывая очередь и скопление народа, это может перевести и в 2 часа. Но давайте ориентироваться на 13.30. Давайте ориентироваться на 13.30, и так вам все получится. Пещера Самсона. Около города Бет-Шемиш, который переводится как Дом Солнца и является родиной Самсона, есть пещера Самсона. И пещеры сталактитовые, сталагнитовые, куда мы и идем. В общем, маленькая страна. Это на горизонте вы имеете в виду? И что? А, там в горе. Вошла в пещеру 40. А еще в Чехии Масоха. Ну там другая. Интересная. Да. Красивая. Я, например, была на Крит. Слышала, что мы зашли? Да. Группа Дмитрия, подойдите сюда, пожалуйста. Постойте, пойдем. Там еще и с озера, с человеческого рынка. Входим. Обратите внимание. Красиво. Вот вам макароны. Поднимите голову, я покажу. Да, да, да. Вот вам морковка рядом. А стоп называемый дедушка, которому что-то около... А вот тут, наверное, да? Нет, нет. Вон там. Ага. Здесь даже есть Капитолий. Видим? Да. Люди собираются на прогулки в горы. Альпинисты. Да, 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 да. Вот. Есть мороженое. И данный торф. Ооо, столько цифр в голове нету. Столько цифр не помещается. Господа, с этой секунды у вас свободное время. Вас накачали теории. Я все объяснил на русском. Посмотрели кино. Идите просто прямо. Маршрут кольцевой. Подсветка меняется. Обратите внимание. Да, меняется. Вот эту занавеску. Подсветка меняется. Видите? Просто занавеска. Настоящая занавеска из камня. Вот. Неужели они не похожи? А я подумала, что это занавеска. Да, слоновьи уши. Стоящее. Пещера в Израиле. Которая называется Сорек. В Бейт Шемеши. Родине Соломона. А вот за него с этой стороны бабушка. Может быть. Каждый волен добавить. А вот внучечка. Так фантазис правильно. Да. Занавеска вот эта. Занавеска вот эта.